Много лет судья Аза Макану занимается рукоделием. Сначала её вышивка была спрятана от глаз окружающих, затем стала украшать стены квартиры. В своём мастерстве Аза Васильевна добилась таких результатов, что её работы стали гордостью городских выставок. Уже три года она возглавляет клуб «Рукодельница Центра народного творчества». «В нашем клубе приходят вышивальщицы со стажем, мы учим новых рукодельниц, обучаем детей, кто приходит к нам, мы всем рады». Раз в месяц в клубе «Рукодельница» девушки и женщины занимаются мастерством, которым владели ещё их бабушки. Любимые виды творчества – вышивка крестиком, плетение бисером и изготовление гобелена. «Вы не просто прививаете навыки какого-то мастерства, вы, наверное, помогаете им соприкоснуться с какой-то даже историей, потому что многие те работы, виды работ, которые вы выполняете, они были давно забыты». Мастер-класс по модульному оригами провела Марина Санчила. Она работает в заведующей библиотеке села Каменушка, а в свободное время ведёт кружок декоративно-прикладного творчества. В гостях Марина Валентиновна увидела объёмную фигуру из бумаги и на следующий же день открыла интернет, чтобы всё узнать об этом в виде творчества. А уже через несколько месяцев её работу оценили японские мастера, которые давали мастер-класс по оригами. «Модульно. Это семейное такое. Это с семьёй бабушки, дедушки. Даже отец мне приходил. Что вы там делаете? Дай попробую. Пытался своими пальчиками что-то сложить». Посмотреть, чем увлекаются современные мастера, можно на подобных выставках. В этом году в Центре народного творчества лишь те работы, которые либо непопулярны, либо совершенно новые. 300 поделок отобрали с выставок, которые проходили во всех сельских домах культуры в течение апреля.